Надеюсь, вы не сильно устали, поэтому все хитро иногда придумали, так что одна такая самая лайтовая тема. Наконец, ты уже устал, сидишь, быстрее, может, все закончилось, короче, и все, и сплить. Эту тему я очень люблю. Почему? Она очень провокативная. Я люблю провоцировать людей. Но не с целью потроллить, а с целью обсудить какие-то острые вопросы. Которые возникают, и все. Поэтому хочу поднять какие-то такие тоже острые темы, чтобы мы с вами их обсудили. И я поделюсь, опять же, своим мнением, мировоззрением, как это может работать и как это я имплементировал. Скажем так, здесь речь придет не столько о people management со стороны project management, а здесь речь придет со стороны team lead, скажем так. То есть здесь мы будем говорить чисто о людях, о подходах, о том, как работать с людьми. Кого нанимать, кого не нанимать, кого увольнять, как человека удержать и так далее. То есть о таких вещах были, скажем так, интригующих. То есть есть множество способов решения проблем. Здесь я вам скажу один или два. Вот как я это вижу, как я с этим работаю. Поделюсь своим опытом. В общем, кликер не работает. Можно его сделать. А, есть, все. Нет, нет. Не работает. Тогда. Сейчас. Технический вопрос. Окей, все, окей, спасибо. Есть. Да, спасибо. Попускаем стандартную штуку. Говорить мы о чем не будем здесь. Мы не будем говорить о LP, о психологии, о project management и так далее. Это все забудьте. Мы будем говорить о каких-то прикладах вещах, которые вы можете использовать прямо же завтра. Ну, завтра в выпуске, конечно, в понедельник. Хорошо. Мы обсудим такие вопросы, которые обычно нас беспокоят. Например, как выбрать, какой человек лучше. Смотрите, провокативный вопрос. Что значит лучше? Один лучше, другой хуже. Люди часто упрощают. Мы говорим, человек лучше, хуже, но мы поднимаем его технические скиллы, как правило. А может, и софт-скилловые. А может, вообще человеческие. Таких фраз стоит избегать. Мы обсудим более предметные вещи. Кто из здесь сидящих присутствовал на каком-то перформансе прайдере и чувствовал внутреннее негодование, что его недооценивают? Кто? Есть такие люди? Все остальные довольны? Серьезно? Ладно. Сделаем вещь, что я этого не видел. Обычно происходит как? Так, представьте себе команду, где сидят люди, которые работают вместе, но одному западу повышают, а другому нет. Ты как-то сидишь и думаешь, да какого? Почему? Вот почему? Мне непонятно. И менеджер тоже сказать не может. Почему? Что скажут? Ты хуже, он лучше. Все. Ты уйдешь с команды просто потому, что тебя обидели. Есть формальные подходы, которые позволяют показать уровень знаний повольного человека, сделать это прозрачным, понятным для всех, сделать процесс найма проще для людей. По-любому видели ситуацию, когда открывается какая-то вакансия на проект. Допустим, нужен такой, такой, такой чувак. Приходят непонятно кто на вакансию, даже которые вообще не соответствуют. Ты их собеседуешь, выбираешь вот этого, а не вот этого. И от твоего выбора может зависеть многое. Например, ты взял просто на него не того человека. На него человек, он вроде бы хороший, но потом не очень. И ты за свой выбор ответственность никак не несешь. Ты провел советы и забил, забыл. Вот. Посмотрим это тоже. Давайте зайдем с конца. Проблемы. Я думаю, вы видели похожие ситуации, да? Вы строите идеальный agile процесс. У вас все хорошо. Вы там поставили скромастера, распределили все. Но все равно, несмотря на то, что у вас скром, метрики реальную ситуацию не показывают. У вас постоянные происходят задержки с релизами. Они абсолютно непредсказуемы. И процесс непонятен. Да, я уже слышал умные мысли о том, что процесс должен быть записан. Но не только записан, он должен быть записан вот здесь, в голове людей. Если процесс записан на бумаге, да, пришел менеджер и говорит, теперь работайте вот так. Если люди процесс не понимают, они не будут с ним жить. Вторая ситуация, если мы инвестируем множество усилий на планирование, на оценку, на все, что должно правильно быть, пытаемся быть максимально как бы книжком, мы все равно по ходу наступаем на те же грабли, классика, почему, неизвестно. Просто наступаем. Мы получаем совершенно не тот результат, который мы ожидаем. Я потом объясню, почему. Третья ситуация тоже должна наталкивать нас на эту идею. Мы все пытаемся делать правильно. Мы все делаем красиво, вроде бы хорошо. Идем на конференцию, слушаем, применяем. Но по факту ты не понимаешь, почему я все вроде правильно делаю, а почему фигня получается. Такое часто бывает. Знаете, в современном мире технологии становятся все умнее и умнее. Все умнее и умнее. Умнее и умнее, но люди нет. В этом и дело. Смотрите, 2 лет назад, чтобы создать какой-то веб-ресурс, нужно было потратить недельку, две, минимум. Сейчас это дело получаса. Почему? Фреймворки стали умнее, библиотеки стали умнее, программируют нужно меньше, код уже за тебя написан, нужно собрать и запустить. Просто. Но люди те же. Те же. Люди не меняются. Плюс-минус. Да, но 10 лет назад, 20-30, люди такие же. С такими же проблемами, с такими же ситуациями, с такими же принципами. Поэтому я, лично говоря, наблюдал множество компаний, где люди инвестируют огромную, теоретическую тучу денег в технологии, но в людей нет. И в итоге получается лажа все равно. Почему? Мы об этом тоже поговорим. Люди — это самый сложный и большой бутлнек вообще на любом проекте. Всегда. Не важно, сколько денег ты будешь инвестировать в технологии, в развитие. Если ты не инвестируешь в людей, жди беды. Ты потеряешь гораздо больше. Потому что, во-первых, первое, ты не можешь построить нормальный процесс, эффективный, без людей. Почему? Есть, я обещал рассказать, где хранится между толпой людей и командой. Это разные вещи. Кто-нибудь скажет, что характеризует команду? Что такое команда людей? Есть идеи? У команды есть общая цель. Смотрите пример. Представим команду из, допустим, вот два человека, два человека и я. Вот пять человек команды. Ты ходишь на работу, потому что тебе скучно дома. Ну, вот, допустим, да? Ты ходишь, чтобы заработать денег. Вот это время вышло, я ушел. Ты перфекционист. Тебе нужно вылезать последнюю строчку кода идеально. Тебе пофиг на продукт, на все вот это. Важно же, чтобы все паттерны были, чтобы все уже было чётенько, все юнит-тесты, короче, покрыто. Тебе важно продать клиенту лучше всего, чтобы все было красивенько, UI, X, ля-ля-ля. Мне вообще ходит на то, что происходит. Я просто, я не знаю, что хочу от жизни. Это не команда. Это набор людей. У команд должна быть единая цель. Все эти скрамы, аджайлы, ла-ла-ла, они построены, они основаны на команде. И большинство аджайл-практиков, они говорят, прежде всего, что важны люди. А потом уже вот эти вот скрамы, процессы, церемонии. Без людей этого дела не будет. Почему? Скрам требует самоотдачи от каждого человека, требует команду, чтобы люди были кросс-функциональны, чтобы люди шли к одной цели, они должны иметь эту единую цель. Команды – это люди, которые объединены единой целью. То есть целей может быть много, но, по крайней мере, одна или несколько целей должны быть одни и те же у одной команды. И, соответственно, чтобы такую команду создать, нужно нанимать людей, которые следуют этой же цели. Правильно? Сначала много компаний, клиентов, которые проводят чисто техническое собеседование. И через собеседование на х-левел уровне, тебе 25 лет, сколько хочешь денег, готов приступить. Английский какой-то. Все. Человек может к команде не подходить. Ну, это можно понять. Почему? Бизнес. Банальный бизнес. Рынок не резиновый. У нас серьезный недостаток в специалистах. Если я помню, с какой-то конференции у нас порядка 120 тысяч людей не хватает на сеньорной и мидл позиции. Недостаток. То есть за людей дерутся. И, соответственно, если ты дерешься за людей, ты готов в любом, неважно, подходит команду, подходит вперед. То есть для того, чтобы построить команду, тебе нужно создать людей, которые преследуют одну и ту же цель. Тогда это ок. Тогда ты можешь построить эффективный процесс. Тогда ты можешь поместить процесс в голову инженера. Ты можешь ему рассказать, что смотри, мы делаем это и это с определенной целью. А не когда ты приходишь на ретерспективу и будешь, я не понимаю, зачем нужна ретерспектива. Кто знает, зачем нужна ретерспектива? Зачем? Ага. Анализ ошибок. Окей. То есть ты знаешь, как написано в головном бумаге, а по факту кто верит в ретерспективы? Поднимите руки. Окей. Немного людей. Знаете почему? Потому что у многих людей один и тот же экспириенс. Я сейчас расскажу. Смотри. Я такой на ретерспективе говорю, ребята, мы коммитимся на одно, а в итоге делаем другое. Это же лажа, так нельзя делать. Мы не влазим. Да, хорошо. Запишем это в экшнайтемы. Записали. Пошел спринт. Второе ретро. Ты говоришь, ребята, опять та же эффекта. Что за дела? Давайте что-то. Да, точно. Да, экшнайтем. Записал. На третий раз ты понимаешь, уже не смысла говорить. Не смысла. И ты такой, ну ок, ладно. И замолкаешь. Рано или поздно замолокает так вся команда. И когда приходит респектива, все-таки, блин, что же сказать? Я же не скажу, будет горе, да? Я же буду серой вороной. И вот так и начинается вот это вот выцеживание, чтобы что-то сказать. И, соответственно, смысл церемонии пропадает. И поэтому люди не всегда понимают, зачем нужно делать то и то. Ой, я лучше посижу, код попишу, чем вот это вот ваши скрамы, короче, мне в этом вообще не нужно. Классика. Потому что люди не понимают, они не видят ценности для себя в этой активности. Окей. И также, да, нужно иметь правильных людей. К чему это все? Я это все к тому, что… Кликер. Сделай. А, есть, да. Это все к тому, что разница между моделями команд. Есть два основных типа моделей команд. Есть communion модель и dominion модель. В чем их разница? В том, что модель доминиона это классическая иерархия древидная там в какой-то там, не знаю, серьезной корпорации. То есть, что здесь происходит? Здесь есть главный, есть подчиненный, у подчиненных есть свои подчиненные и так далее. Такое древо. Эта иерархия, она простая, понятная как дерево. Порор входа в эту модель минимальный. Любого человека возьми, поставь эту модель и он будет работать. Здесь процесс тоже простой, но есть минусы. Все зависимость на людях, которые держат под собой подчиненных. То есть, на менеджмент, на эту прослойку. Если человек не имеет длительских качеств, люди, которые ему репортят, делают что угодно, зная, что он, ну, никакой. Либо же, если он заболел, басфактор, что угодно, команда не работает, заблочена. Поэтому придумали communion модель, когда каждый является экспертом в своей определенной области, и так каждый практически. Кто-то кому-то репортит, кто-то с кем-то работает, но в целом она взаимозаменяемая. Здесь гораздо сложнее вовлечь людей, потому что им нужно много еще объяснять. И есть вещи, которые объяснить тоже невозможно. Например, то, что если ты работаешь в кросс-функциональной agile команде, то даже если ты девелопер, то пойти запустить тесты это, типа, неплохо. Ну, то есть, это неплохо. Это не то, что я же девелопер, я же не буду запускать тесты. потому что, ну, типа, этому нет места в нормальной команде. Почему? Потому что такой человек говорит, ну, что я вот это, у меня руки слишком чистые, я не тот. Вот, то есть, да, майнсет, майнсет не поменяешь. Нужно необходим, ну, нужны те люди, которые, да, скажут, да, окей, мы же представим одну цель, да, цель релизнуть продукт, выпустить новую версию, а не прийти на очередной спринт, взять таску, себе, запилить и уйти домой. Поэтому так важно иметь общую цель у команды. Но, все, конечно, хорошо, но как построить нормальную команду? Есть множество подходов, есть там целые PM-буки всякие, принцы и так далее, которые списывают, как правильно менеджить проект, занимать людей и так далее, но, пять основных факторов, которые характеризуют команду новому мнению, это первое, микс скиллов. Здесь нюанс. У каждого человека есть сильная, сильная сторона и слабая, да, и это абсолютно ок, нанять человека с сильными скиллами, со слабыми, и найти второго, у которого скиллы наоборот, чтобы они в симбиозе работали вместе. Правда? В менеджерских практиках написано, что нельзя нанимать человека, который идеально подходит к вакансии, у которого есть все скиллы, которые требуются, абсолютно все, до единого. Знаете почему? Ну, поработать человек полгодика, ему станет скучно, он идет. У него должен быть зазор учиться, чтобы он работал какое-то время. Имеется в усмотрение, что человек, который не совсем подходит к этим скиллам, обладает процентов 80 требуемых, но не второго, у которого есть те, которые не следуют у первого, плюс там еще какие-то, собрать команду, где каждому есть куда развиваться, но команда в сумме, команда в сумме покрывает все необходимые скиллы для этого проекта. То есть, имеет смысл где-то собрать скиллы, которые нужны вообще проекту в целом, да, и сделать так, чтобы все люди, которые вставляют часть этого проекта, они покрывали все необходимое, да, при этом абсолютно можно, во-первых, сэкономив, чувак, у тебя нет всех скиллов, которые необходимы, но это ок, ты умеешь учиться, у тебя нормальные скиллы, давай поработаем. Есть смысл, опять же, люди могут учиться, могут развиваться, могут здесь продолжать развитие, то есть, они будут работать какое-то время, они не уйдут. Далеко не всем людям стимулы это там деньги. Многие, многие понимают, что нужно инвестировать в свое развитие. Окей, ты пойдешь там на 500 баксов больше в другую компанию, но там legacy проект, там ты ничему новому не научишься. Посидишь там 5 лет и что? Ты выйдешь на рынок, а твои скиллы дну устарели и все, да? И люди это понимают, и поэтому они готовы в это инвестировать, но ничего страшного, что меньше, зато я больше стану знать, больше уметь, научусь, поднимусь и пойду дальше. Окей, второе, это общие цели, понятно, мы обсудили, желание учиться. Это один из самых важных скиллов, которые я очень люблю в людях, когда люди хотят и умеют учиться. Уметь учиться это очень важная штука. Уметь учиться означает, что ты способен нагуглить то, что тебе нужно за секунды. Первым запросом в Google. Умение учиться это умение применить то, что ты нагуглил, вот сейчас, вот сразу здесь. Допустим, когда я прожжуся без, если я вижу, что человек что-то не знает, я ему говорю, слушай, на тебе Google, 5 минут, нагугли и напиши. Если он может. Я смотрю, как он гуглит, как он делает. Если он может учиться, то пофиг, что он не знает, разберется. Ну, почему нет? Это очень прикольно, потому что мир технологии меняется, ты никогда не будешь знать всего. Ты должен уметь учиться постоянно, уметь что-то понимать. Это очень важный скилл. Это один из тех скилл, которые необходимы каждому. Мы о том еще поговорим. Четкая коммуникация. Время, когда айтишников считали, знаете, вот этими вот полу-такими, как бы сказать, антиэссоциальными элементами. Вот, хорошее слово. Немытый, потлатый, с людьми не общается, закрывается все, где-то это и все. Нет, это неправильно. Коммуникация – это часть нашей жизни. Если мы не умеем коммуникации, ну, не умеем коммуникацию, мы не вырастим выше определенного порога. Я знаю некоторых людей, которые очень крутые в техническом плане, очень крутые, но они не умеют коммуницировать. Я потом объясню, что значит коммуницировать в плане провести демку какую-то, донести мысль, объяснить что-то правильным языком, правильному человеку, то есть вот такие важные моменты очень важны. Почему? Да банально, потому что сеньор уже должен быть такими знаниями. Сеньор отличается от мидла по факту только тем, что сеньор может научить и ментарить кого-то, а мидл не может. Все. Это основная разница. Ну, опыт, да, там чуть больше. Но в целом это основная разница. Сеньоры умеют учить, умеют ментарить, умеют общаться с людьми. Как ты поставишь ментарить человека, друговчика, который не хочет и не будет общаться с людьми? Да? Но это сложно. И последнее уважение и доверие. Но мы об этом еще поговорим. Хорошо. Важно следующее. То, что ты можешь научить обезьяну программировать, но ты не научишь человека быть человеком. Это важный момент. Если человек изначально не ведет себя как человек нормальный, он не будет вести все нормально. Я сейчас объясню. Есть софт-скиллы, которые я считаю весьма важными вообще. И они даже ценнее, чем хават-скиллы. Вот перед вами. Во-первых, обучение. Я уже сказал, что это очень важно. Обучение это то, что позволяет нам привести любой технический скилл просто очень быстро. Второй момент это шарить знания. Если ты сеньор и выше, ты должен уметь шарить знания. Смотри, если ты приходишь в какую-то команду, у тебя есть какой-то багаж знаний, если ты им делишься состальными, ты оставляешь свои знания на проекте. Ты передаешь им другим людям. Но если ты сейчас они любишь, не любишь, каким бы ты гением ни был, ты, уходя, заберешь их с собой полностью. Правильно? Они не останутся. То есть для менеджера, для команды такой человек неэффективен. Почему? Потому что команда просядет. Я сейчас покажу, как это работает. Дальше умение объяснять. Для того, чтобы договориться с кем-то по какому-то вопросу, нужно уметь объяснять, донести с точки зрения. Умение вести переговоры, умение конструктивно общаться, не так вот, я знаю, что тут лучше, ангулян, и все, и хоть ты ему колоноглотишь, и он вот так. Умение проводить ревью. Критика это очень-очень хорошая штука. Быть критикованным это один из самых сложных скиллов. Когда ты считаешь себя классным, я думаю, многие считают себя классным, и это абсолютно лог, это круто. когда вас ревьювают и указывают вам на ваши неостатки, я такой, ты ж предатель, короче, я тебя тоже устрою, да? Хотя это, возможно, и есть правдой, то, что тебе сказали. Это ок. Просто проблема в том, что люди оценят это как личную обиду, а не как реальный способ донесения, что вот здесь тебе нужно поправить. умение проводить ревью независимо и умение также быть ревьюванным это тоже очень хороший скилл. Я думаю, многие слышали или видели и встречали лидов, самодуров, которые появлялись в одно лицо и вообще бесполезны. Такие люди очень опасны для проекта. И рабочие конфликты. Они есть всегда. Есть множество команд, где команда может прям матом вот-вот через все и через 5 минут идти, кофе пить вместе. Это тоже уникальный скилл. Но расскажу один корнер-кейс. Называется самодур инженер. Смотрите, слева я позволю себе нарисовать такой график, где есть определенные фазы и справа. Но слева мы нанимаем инженера с офигенными техническими скиллами, но самодура. Справа мы нанимаем человека с мейнотическими скиллами, но с хорошими софт скиллами. Что происходит? Смотрите, фаза A команда развивается, как обычно, растет в себе. По вертикали это уровень скиллов, вправо по горизонтали уровень, ну типа время идет. Фаза B это как раз инициация, когда новый человек с офигенными техническими скиллами, либо с меньшими скиллами, пришел в команду. в картиночке видите, что скилл команды резко возрос. Серьезно. Но фаза C в данном случае это фаза, когда проект работает нормально. Человек пришел, он все знает лучше, он переписал все, все, что нужно сделать, поставил новые инструменты, подходы, все работает, все довольны, классно, круто. До момента начинается фаза D. Почему? Тик увольняется. И он доел. И он приложили больше, на 500 баксов и он ушел. Все. Проблема в следующем, если он со своей гениальной, ну, со уровня своей гениальности, знаний все это поменял, люди, с которыми знания он не шарил, не учил, ничего, они не смогут это поддерживать, потому что это на голову выше их знаний и опыта. Они смогут поддерживать тот же environment и setup, который был написан. И что начинается? Начинается то, что фаза D вот там слева. Пока все работает, все хорошо, но как только что сломалось, команда провисает. Они не могут пофиксить, допустим, тот какой-то гениальный CICD процесс, который там он построил. И начинают, как правило, откатывать назад, либо же как-то пытаться выгрести. То есть реально проседают по уровню скиллов, по перформансу, по чему угодно. И в конце концов вот фаза D они плюс-минус выходят на тот же уровень, который был до прихода этого человека и особо бенефита для команды нет. Когда есть человек, который умеет софт скиллы, который рампап потихоньку в фазе B меньше, но постепенно команда обучается, он объясняет людям, как он думает, что он делает, зачем он делает. Он оставляет свои знания у людей в команде. И люди развиваются, и проект развивается, и все хорошо. И даже когда он уходит, фаза E даже когда он уходит, проект не проседает. Проседает чуть-чуть. Потому что просто человек ушел, капасити стало меньше. Но по факту это такая вот попытка визуализации того, что происходило на одном из проектов, который я видел. Реально, где человек, он взялся вот так. Другой корнокейс, может слышали, видели. Человек говорит, вы меня не уволите, потому что я тут доравливаю все. Дайте мне в два раза больше заплату, или я уйду. А менеджер такой понимает, что реально если он уйдет, все, труба. И что здесь делать? Идти на шантаж, это будет продолжаться. Увалить, или он сам уйдет, будет горе с проектом, заказчик обидится и будет тоже. И начинается вот этот вот, короче, договорки, уговорки и так далее. Это никуда ничего хорошего не приводит. Но есть маленький лабхак. Я, кстати, расскажу, такой маленький автопик, как тогда было. Менеджер просто предложил человеку, говорит, слушай, он был лидом, хочешь быть архитектом? Хочу, как же. Ну смотри, говорит, тебе нужно быть реатером, потому что ты пустишь такой рейс, тебе нужно чтобы сходилось по вилкам. Да? Ну ок. А что для этого нужно? А, ну смотри, ты же уходишь с позиции? Тебе нужен чувак, который тебя заменит, да? Выбери, типа, научи кого-то. Окей. Ну вы понимаете, что он дальше прошел, да? Он научил человека, человека крепко, короче, его уволен. Ну, это. Вот. То есть, да, есть ситуации. Но тем не менее, что важно, как вообще определить хардскиллы? Да? Софтскиллами понятно. Можно проводить собеседование, можно вести какие-то переговоры, то есть итог, но как это все правильно трекать? Хардскиллы, как я говорил, нужно собрать список скиллов, которые нужны на вашем проекте. Например, можно взять свой LinkedIn, 1,2, да, и, скажем так, этот список составить и понять, какие скиллы нужны проекту. Потом взять, если ты не помнишь, нет идей, взять профили других людей, понабирать, составить скиллы, которые нужны будут на проекте. Скиллы, которые must have, то есть каждый человек должен иметь эти скиллы, которые необходимы, и скиллы, которые желательно, чтобы у человека были. Must have, это если ты не сможешь и дня проработать без этого скилла. Better to have, это скиллы, которые тебе нужны для того, чтобы эффективно работать. И nice to have, это третья группа, это скиллы, которые на твою работу прямо не влияют, но как потенциальный какой-то импровмент, как для кругозора они пойдут. То есть три типа скиллов, три группы. Ты формируешь, грубо говоря, первую и вторую для твоего проекта, делишь их, и самое интересное, на основании этого списка ты берешь и подожаешь себе понять, окей, мне нужен там senior automation, и ню скиллы должны быть с этого списка и на каком уровне, чтобы все было хорошо. Дальше. Я не привел здесь скилл матрицу, потому что я не могу, но я расскажу, как нормально. Идея в чем? То есть в Global Logic, например, мы сейчас серьезно эту штуку делаем. смысл в чем? Чтобы одного и того же человека разные интервьюеры оценивали одинаково. Часто бывает такое, когда один человек оценивает, и второй оценивает, и у них разное мнение. Говорит, нафиг его выгнать, а второй говорит, блин, классный чувак, вообще норм, типа на льда пойдет. То есть реально. Что мы сделали? Мы поделили область квалификации, допустим, тестирование, либо DevOps, на области, которая там выходила, допустим, там, не знаю, тестирование, может быть, тестовые артефакты, знание тест-артефактов, знание процессов, того-того-того. И в каждой области есть уровни матчурности, зрелости. Первый уровень, второй, три, четвертый. В каждом уровне есть чекпоинты. И ты просто человека собеседуешь и такой, ага, окей, у него все есть чекпоинты такого уровня, начинка по матчурности в этой области вот здесь. Второй вот здесь, третий вот здесь. Таким образом, можно при определении вакансии сказать, что тебе нужен человек, который по уровню матчурности в такой-то области два из пяти. Это ок. Желательно там то-то, 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 то-есть, описать это в явном виде. Как это выглядит? Допустим, вот мы решили нанять кого-то там тестировщика, автомейшн, наверное, составили, что нам нужно на весь проект, учитывая там тестирование, development, DevOps, там все остальное. Это все. Тестовые скиллы, технические и софт скиллы. Что нам нужно? Нужно, чтобы у всей команды, да, у всех, у всей команды в сумме были вот эти вот скиллы. У кого какие, это уже другой вопрос. Вот такие. То есть, потестировать нужно там там, там, BlackBlock, статистический тестирование, код кавереж, автоматичный, бла-бла. Понятно. Есть, оставили список. Теперь смотрим, что у нас в данный момент есть. Мы с этого списка, учитывая проект, который у нас, допустим, там, Front, Back, Angular, Java, iOS, Android, приложение тоже есть, Agile Scrum, итерации, CICD, Jenkins, Docker, и так далее. То есть, вот у нас есть такое описание проекта, плюс-минус. То есть, у нас есть главная проблема, то, что критические дефекты на релиз кандидата, метрики не показывают реальную ситуацию, большая текучка кадров, и вот это вот все. И что мы пытаемся сделать? Мы пытаемся вот эти вот, вот эти вот, да, пытаемся вот эти вот, назад, нет, ладно, хорошо. Пытаемся вот эти вот скиллы заплатить на наш проект. В итоге, вот сейчас так, что некоторые скиллы из тех, которые у нас были в списке, под этот проект не подходят. Ок, мы их устраняем, нам не нужно там клауд ажур, нам не нужен там юнитест, нам не нужны там паттерны, и так далее. То есть, мы выбираем только то, что нам необходимо. Маленькая градация, допустим, 0, 1, ну, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0 без опыта, 5 способен делать независимо любую задачу и научить, 3 способен понять с какой-то помощью. Это для примера сделано. По-настоящему maturity level описано очень четко. То есть, так, что можно сказать, человек здесь или здесь. Если у человека есть все чекпоинты, допустим, с уровня 3, но нет у некоторых с уровня 4, то у него все равно уровень 3, потому что он не полностью доходит до 4 уровня. Вот. То же самое у нас есть там по Java, по dotnet, по разным направлениям, плюс-минус. То есть, в этом как бы и идея. Почему это важно? Потому что ты можешь реально с человеком сказать ему, слушай, смотри, ты в данный момент, вот твои материки-материцы, ты в данный момент находишься там по такой уровню здесь, здесь, здесь. Чтобы стать сеньором, тебе нужно вот это подтянуть, это важно сеньора, вот это и вот это. Мы поставим тебе план, имплементацию, roadmap, давай поработаем. Окей, прошел там полгодика, посмотрел, да, у тебя появилось, reassessment, все красивенько, есть, годен, да. И оно прозрачно, почему у него есть рейза, у этого нет, потому что ты видишь, да, у тебя есть карта развития у каждого человека, и ты можешь понимать, кем ты станешь через какое-то время. Быстрее учишься, быстрее становишься сеньором, медленнее, медленнее. Вот эта вот циферка, там количество лет опыта, реально ничего не значит абсолютно. Я видел сеньоров, с петьма, там семью лет опыта, которые тескейс не могут написать, потому что они посидели на банковском проекте, тупо выполняя мануальные одни и те же тескейсы, там по пять, по семь лет, это какая-то дичь просто. Я прошу, а что ты делал? Ну я тескейсы выполнял семь лет. Одни и те же. Семь лет делать регрессии. Я просто не знаю, как человек выжил просто, ну в такой ситуации. Одни и те же кейсы. Новые не писались, это legacy какая-то банковская штука. Жесть, в общем. Идея в том, что, да, скиллы мы определили, теперь, да, теперь у нас есть некоторые параметры. Допустим, на manual.ca нам нужны вот такие вот скиллы слева, и также уровни этих скиллов. R означает required, D означает desired. И рядом циферка, от нуля там до пяти, допустим. И вот смотрите, что нам нужно. Вот есть там в США backend 0, потому что, ну, не важно для кей, manual, да, там iOS, manual testing iOS, типа желательно уровень 4, да, если это хорошо, что есть. Есть Джереми, Люси и Майкл. Можем явно понять, какой из них вообще подходит к этой ситуации. Более того, нужно понять, каких двух можно нанять, чтобы слабые стороны одного покрывались сильными другого, и наоборот. Тогда мы видим, что, допустим, Майкл, он реально не подходит под manual позицию, но у него весьма хорошие скиллы по остальным направлениям, да. Тогда мы можем ему предложить автоматичную вакансию. Вы скажете, конечно, если интервьюировать людей по всем этим скиллам, нужно больше времени на интервью. Да, но если затрагиваешь каждую область в хайлевел по паре вопросов, а только на нужную уделяешь больше времени, ты понимаешь, где находится человек. Может, ему не смысл другую позицию предложить. То же самое, допустим, с automation. Вот в моделке, допустим, у нас рисунок такой спортчарт, и видим, что вот если мы если мы наймем, допустим, Люси и Джереми, у них получится вот такая команда, да. То есть мы видим вот этот вот внешний круг, то есть это максимум скиллы, которые у команды есть. Видим, что команда проседает только по катинштегрейшн, чуть-чуть, да, и все. Остальные скиллы у нее на уровне 4. То есть неплохо, да. Идеальная команда скиллов, это когда у нас есть круг, то есть это позитивная динамика тестового команды, когда у нас есть одинаковые скиллы по всем нужным областям. Когда у нас есть провал, допустим, у вас кинтестегрейшн, мы можем нанять человека следующего, если у вас бюджет, у которого есть вот этот вот скилл, у которого есть эта сильная сторона, а слабую сторону мы его покроем, у нас уже есть люди, которые это покрывают, да. Если человек умеет учиться, вообще не проблема. То есть если мы посмотрим на вот ту картинку, где указаны скиллы всех людей, мы видим, что они в принципе толпой покрывают основные значения. Нам остались покрыть вот там, вот там, вот там. Это если мы Майклу предложим автоматичную позицию. Смотрите, по автоматичной позиции, если нам на ту проект необходимы другие скиллы, здесь другие скиллы указаны, вот, указаны другие меточки, видим, что у нас есть Сюзан, Рик и Боб. Сюзан не подходит на наши рекварианты, и мы его можем явно отрежетить, потому что реально скиллы не подходят. Допустим, Рик, в нашем случае, он практически подходит, вот, у него там два параметра, у Боба два. То есть есть два человека с одинаковыми плюс-минус скиллами, какого выбрать? Если у вас нету этих явных параметров, вы выберете наугад или того, кто больше понравился, или того, с кем собеседование было там под хорошее настроение, да? Такое бывает, это, ну, человекский фактор это зло, которое нужно уничтожать в процессе собеседования. Банально. Я видел реальный кейс, когда человек сначала все хорошо, он ушел на автомейшн сеньора, вот, и человек его зарежетил, потому что он не знает SQL. Человек сначала отлично все, интервью в конце спросил, давай по SQL пообщаемся, он говорит, я не использую SQL вообще никогда, ну, реально, я не использую, я не работал с этим. И человек его отрежетил, потому что, как, ну, не знаешь, SQL, блин, ты что вообще, ну, сеньора, не-не-не. Хотя, возможно, это не так было и важно для проекта, на самом деле, там, не очень было важно, на самом деле, это, с одной стороны, можно было покрыть другими людьми, да, но, так произошло. И, чтобы такого не было, у нас есть явная картинка, которая позволяет нам явно показать, что человек такой, такой, такой. Показать прогресс людей, которые растут. Год назад имел такие скиллы, сейчас такие, потом будут иметь такие. И когда мы, собственно говоря, объединяем этих людей, мы видим, что у нас команда выглядит вот таким образом. У нас не хватает некоторых скиллов, и мы знаем, кого искать. Мы можем менять вакансии, мы можем искать людей, у которых дадим предпочтение с определенными скиллами. Таким образом, если мы видим большую картинку, большую картинку, еще, еще, нажмите там, Да, спасибо. Вот, если мы видим такую большую команду, у нас можно собирать те самые мифические people-метрики, да, которые от нас требуют там кастмеры, ля-ля, типа там, сколько времени в жиру залогов. Но это не совсем то, что важно. Важно, во-первых, показать скиллы команды, да, аргументировать, почему мы такому человеку обладаем столько, такому столько. Можем смотреть средний скилл по команде и понимать с тем, как проблема. Можем понимать, каких людей мы можем позволить себе уволить, каких нет. Это тоже важно. Если есть необходимость сокращения кадров, мы должны понимать, какие люди незаменимы в данный момент. Допустим, уволение такого человека серьезно понизит какой-то скилл, какую-то экспертизу проекта, и это будет плохо. Вот. Мы здесь видим, что необходимо команде качать, что необходимо каждому из людей качать. Максимальное значение, среднее и общее количество. Есть люди разного подхода. Я застрекаю, небольшую тему, другую, но есть люди, которые знают много, но по чуть-чуть. Люди, которые знают очень хорошо, но только вот это. И эта картинка показывает таких людей. Если у человека большое количество вот здесь баллов справа, но средний скилл, там, маленький, то этот человек как раз в шире умеет много, экспертизы детальных нету. Такого нужно как-то скорректировать. Другой человек, наоборот, у него экспертиза глубокая здесь, здесь и здесь, а остальном он ничего не знает. ему нужно дать в шире. Вот. То есть, таким образом эта команда, она может работать плюс-минус хорошо. Почему? Потому что, когда мы видим вот такую картинку, то есть, команда выглядит до момента вот так. Средний скилл оранжевый, максимальный скилл зеленый. То есть, у этой команды есть плюс-минус все, что нужно, кроме динамического тестирования, донат рейс и там перформанс код каверндж. У них этого нет. То есть, как я говорил, появляются ресурсы там, бюджетного нового человека, мы ей даем предпочтение тому, у кого есть вот тот скилл, вот тот и вот тот. Банально просто. То есть, таким образом, мы можем сказать честно, что наша команда работает хорошо или плохо, мы можем собирать кучу разных метрик, можем репортить кастомеру о том, что у нас происходит бюджет и вообще зачем нам нужен бюджет на найм нового человека. Также мы можем использовать информацию, управлять тем, какие вообще люди нам нужны. Можем ли мы нанять двух человек, ну, вернее, как, нанять одного человека, у которого есть там пачка скиллов, фуллстека, а можем нанять двух людей, которые вместе такие же, как тот один человек. Просто у них четыре руки, а у него две. и часто заказчик, опять же, как и в тестировании, не совсем понимает, за что он платит. Когда он видит эту картинку, он понимает. Он понимает, окей, вот такой человек и скилл, почему я должен повышать ему зарплату? Вот смотри, почему. Он был таким, стал таким. Можно использовать это как родплана развития. Удержание людей на проекте весьма сложная штука. Особенно, если у тебя нету финансов поднять зарплату, ты можешь тебе сказать, слушай, давай посмотри, смотри, на рынке, если ты будешь искать себе позицию другую, обычно требуют это, это, это и это, а у тебя есть только это, это и это. У тебя вот этих скиллов не хватает двух. Тебе нет смысла уходить на рынок, потому что, вот посмотри, посмотри своему черепи матрицу, хочешь, мы будем делять там кусок твоего времени на развитие какого-то скилла, которого у тебя нет. Давай придумай, как ее приведить к проекте. Прикольно, да? Чек с новой цум не развивается, у него есть смысл продолжать работу дальше, даже если нету бюджета по истинной заплате. Имеет смысл также, то есть, использовать другие параметры, но смысл в том, чтобы, что это прозрачно. Это очень важно, когда ты явно видишь, почему тебе ценят вот так и что тебе нужно сделать, чтобы получить дальше промоушен. Потому что часто бывает наоборот, часто ты такой, я не знаю, много ли топ это больше поработать. То есть, в целом, подход формальный, подход документированный и позволяет он каким-то образом настроить работу правильно. На этом у меня все. Вопросы, пожалуйста. Вопросы по метрикам. Получается, есть скилл у человека, например, AWS. Вот ты и я это два человека, которые претендуют на какую-то вакансию. Нам задали набор технических вопросов, мы на них ответили одинаково хорошо. Но по факту, на практике, когда мы вдвоем начинаем работать, то ты делаешь все аккуратно, а у меня там на каждой пятой строке постоянно какие-то я должен коррекции делать. Ну, просто так вот получается. Но как бы на словах у нас все шикарно. Как это на метриках отражается? То есть, идея в чем, в нашем мотиворитике модели вопросы есть теоретического характера и практического. Практического характера часто не в плане написать код, в плане посмотреть, как человек думает. То есть, есть собеседование по софт-скиллам, которое позволяет понять вот реально скилл в образовании, скилл в ревью и так далее. То есть, смотри еще на софт-скиллы, у кого выше, у кого лучше. То есть, если человек хорошо отвечает на теоретическом собеседовании и не спрашиваем практику, да, может быть такая ситуация, когда два человека одинаковых, но когда ты даешь какую-то практику, ты видишь, насколько человек эффективен в том или ином месте. Плюс, собеседование проводится всегда, это два человека, два интервьюера. Это исключает возможность не объективного оценивания. То есть, когда есть два человека задают вопросы из своей коллекции. Есть дефолтовые вопросы, которые обязаны задать. Есть свои какие-то кастомные, которые задают уже по ходу, как придется вес. То есть, получается, собеседование не бывает одинаковыми. Без ответа об этом. То есть, да, и в таком случае сложно, ну, это практически нереально, когда два человека полностью одинаковые во всех параметах. Даже если так бывает, скорее всего, мы будут обоих. не-не, ну, 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 так это не бывает. То есть, идея в том, метрики используются, как правило, для фоймирования команды. Для увольнения они практически не используются. Они используются только для того, когда вот нужно сократить команду, допустим, да, банально, там урезали, ну, урезали финансирование и часто клиент берет эти метрики и сам говорит, окей, вот по этим метрикам, да, вот я вижу, нужно быть этого. А ты ему говоришь, подожди, ну, давай посмотрим, потому что эти метрики были собраны N на количество времени назад, посмотрим, как они сейчас. Тогда уже можно посмотреть и код, посмотреть, как там человек аккуратный, но если перегружать как бы эту таблицу, слишком много времени приходится на ревью и слишком, слишком дорого получается эфорт на цене каждого человека, потому что людей в компании много и много разных доменов это сложно. Иди так. Еще вопросы? Да. Есть ли в Global Logic матрица софт-скиллов? Спасибо за вопрос, хорошую вопрос. Нет. Почему? Софт-скиллы – это нечто, что невозможно оценить явно. Вообще, потому что люди уникальны, да. У каждого человека есть специфика. Кто-то чуть более открыт, кто-то чуть менее. Невозможно это все формализировать. Здесь ты уже по личным ощущениям как бы пытаешься понять, какой человек. Но список скиллов есть. Уровняйте скиллов не описаны формально. Нужно просто понимать. Но есть способы определения. То есть, смотришь, как человек учится. Ты, допустим, человек спрашиваешь, окей, расскажи мне эту тему, допустим, типа ты там сеньор. Расскажи мне эту тему языком как для джуниора и языком, допустим, как для кастомера. Если человек умеет перевести свой разговор на два языка, на бизнес и на технический, это круто. Это хороший скилл. Лучше с людьми, которые общаются с кастомером, куча этических терминов вводят, они ничего не понимают, короче, и игнорируют все. То есть, вот такие скиллы, они, ну, довольно просто проверить. Либо смотри тот код, скажи, что ты о нем думаешь. Если говорит, фу, это говно, короче, как можно так писать, он будет так и код-ревью делать. Все скажут, ну, здесь вот это наложить, вот это, вот это. То есть, как человек, ну, то есть, как человек разговаривает. Совсем то, что он говорит, где там плохо, а как он это преподносит. Типа, фу, что за дебилот написал, либо же, ну, здесь нужно подправить вот тут, вот тут неэффективно, вот тут, вот тут, то есть способ подачи, то есть это сложно формализировать, но на вид это очень понятно. Да. Ну, если говорить умные словами, да. Спасибо. Насколько трудозатратно, вот трудозатратно поддерживать актуальность этой диаграммы, потому что люди постоянно покидают там проект, да, повышают свой скилл, надо проводить постоянные ревью. Сколько это времени занимает? Сколько закладываться на это? Спасибо. В среднем у проекта скачаем количество человек. Как правило, это человек 15-20, допустим, ну, если больше, там больше менеджеров. У каждого человека, то есть, есть подчиненные ему люди, и те, которые используют эту программу в данный момент, они банально оценивают только своих подопечных. То есть, своих юлей, которые им репортят. Это обычно нам 5 человек, 7, 8, 9. Это абсолютно ок, когда у них есть вот такая табличка. Ушел человек, человек отнял. Да, это сделано на уровне экселей, но это просто. Ты убрал человека, и оно посчитало автоматически, показало тебе текущую картинку. Либо провел там перформанс-ревью, сразу поменял. То есть, для инициации это заняло приличное время. Для, для гуэнной работы не так много. Ну, то есть, это час, два, три. Раз полгода. Чем ниже, чем ниже позиция, тем чаще. То есть, у джиньора, кажется, раз, три месяца. У медлов, сеньора раз полгода. Еще вопросы? А что за чудная программа рисует вот эти графики? Это первое. И второе, то есть, допустим, roadmap, как сказать, дефолтный. То есть, человек, вот тебе, чтобы дорасти до медла, тебе там нужно знать, грубо говоря, 50 опишек, грубо говоря, как они работают. Ну, образно говоря, да, то есть, такой тоже базовый roadmap, чтобы дорасти до медла. Есть ли он? Можно посмотреть, чтобы человек говорит, ну, сейчас я это выручу и прыгну. Есть у вас такое или нет? Плюс первый. Что ты рисует? Это рисует PowerPoint. Есть. В Excel. Это называется SpiderChart. SpiderChart, там есть такая формочка, добавляя, что на вход данные оно рисует. Вот. Я сейчас шучу, что последние, вот, вот, полтора, два, зачем заниматься, я senior PowerPoint developer. Потому что я люблю слайды чаще, чаще, чем все остальное. Это программа, которая смотрит чаще всего. но, да, что человеку знать. Есть такие инструменты, у нас есть внутренняя система, там, по, называемым, бэндам и грейдам. Бэнд это большое, состоит из грейдов маленькая. То есть, такая вот иерархия, как человек растет по каждому треку. manual, automation, вплоть до project management, там, все что угодно. Это описано, да. и там описано не название приморков, а high level, а именно проблема, которую человек может решить. Допустим, может ли человек провести демо кастомеру самостоятельно? Подготовить и сделать. Может? Окей, это хороший поинт для senior, допустим, да. Либо, допустим, был ли у человека опыт, там, допустим, планирования, стимирования, там, и разработки куска продукта самостоятельно? Был или нет? Был или не был, да? True, false. То есть, и тогда можно поставить явные цели, типа, окей, если не хватает, у тебя опыта нету такого, 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 давай я тебе поручил этот опыт. Нужно сделать такую компоненту, ты будешь ее делать. Good. И человек получает такой опыт, ну, таким образом. То есть, без явных названий фреймворков, но в основном это проблемы, которые человек решал или сможет решить. таким образом, потому что он hautите, что он не может Olha, это, что он может смотреть. Продолжение следует...